Приветствую вас, и только в том, что ваша свекровь, как я понял, специально дала вашему мужу деньги, чтобы потом было чем вас попрекать. С другой стороны, не совсем понятен именно ваш вопрос. То есть вы спрашиваете, почему при каждой ссоре свекровь напоминает вам о деньгах? Вам не понятно именно это? Если да, то ответ будет таков. Она сделала эту специальность, чтобы было что ставить вам в вину. С другой стороны, не совсем понятно, а что именно ставить вам в вину, если вы и так указываете за отцом или мужем, мужем свекрови. То есть вы так и так делаете то, что нужно. Не совсем понятно. Если у вас есть возможность этот момент прояснить, то пожалуйста сделайте это. Потому что, смотрите какая получается ситуация. Вы сидите с отцом мужа, потому что у него инсульт. свекровь решила вас, ну, отблагодарить таким образом. В принципе, хороший подарок. Да, вы ее не просили об этом, но решила она это сделать. Хорошо. И теперь при каждой ссоре она вас этим попрекает. Но возникает это вопрос. А почему эти ссоры вообще происходят? Что заставляет эти ссоры раз за разом повторяться? Ведь что-то же двигает вашей своей кровью, когда она с вами ссорится. Ну, надо проанализировать те моменты, на которых вы ссоритесь. И если дело действительно в деньгах, ну, ваше право отдаст ей деньги или нет. Но поверьте мне, отношение к вам с мужем, если я правильно вас понял, после этого возврата не изменится. Оно останется таким же. Потому что если свекровь ей нужен повод, она этот повод найдет. Она его будет искать снова и снова, и она его найдет. Поэтому здесь вам можно даже не пытаться. Отношения со свекровью у вас не изменятся, если вы не... Если вы, знаете как, возразите, возразите средств. Тут момент более глубже. Тут момент таков, почему она вообще с вами ссорится. Почему она ведет себя негативно по отношению к вам. Вот что интересно. Я думаю, что, скорее всего, у нее, ну знаете как, у нее есть какая-то потребность, у нее есть какая-то неудовлетворенность с чем-то. Возможно, эта неудовлетворенность связана с ее личной жизнью. Возможно, эта неудовлетворенность связана с ее обстоятельствами жизненными. То есть вот, например, сейчас, в данный момент, да, она, скажем так, осталась по сути дела одна. То есть, ну, у нее муж болеет, и она не может чувствовать себя такой же, такой же активной, как Гранж. Если это действительно так, то к ней нужно относиться спокойно. То есть просто игнорировать все то, что она вам говорит. Потому что, ну, она, женщина пожилая, и, по всей вероятности, болезненно переживает ту ситуацию, которая с ней сейчас происходит. И не нужно, не нужно, не нужно на самом деле продавать этому слишком многое значения. У старого человека могут быть свои страхи, у старого человека могут быть свои какие-то желания. И она не отдает отчет в том, что она делает и чего она хочет. Скорее всего, просто ей нужно внимание от вас. Внимание. И не более того. Внимание от своего сына, например, и так далее. Чтобы чувствовать себя, ну, такой же активной, да, такой же востребованной и нужной. Но вот другая проблема, которая мне кажется очень серьезной, заключается в том, что вы ухаживаете за мужем свекрови, за отцом вашего мужа. Судя по всему, вы не очень, во-первых, этому рады, вам отдувают свои деньги. И вы от этого тяготитесь. И когда вы пишете, что свекрова подарила деньги мужу за то, что он сидит с отцом, а в действительности сидите с отцом вы, то простите здесь у вас, скорее всего, обида и чувство несправедливости. Потому что вы нянчите, ну, если не тяжелого человека, то, по крайней мере, не самого близкого, ущерб своим детям, а деньги дарят мужу. Вот я рекомендовал бы очень вам, вместо того, чтобы обращать внимание на свекровь, лучше перенаправить свою энергию и ресурсы на то, чтобы, знаете, прийти к определенному компромиссу с мужем относительно того, кто и как осуществляет уход за его отцом. Потому что если вы делаете это ущерб себе, если вас это очень сильно нервирует, если вам это доставляет очень много негативных переживаний, то, простите, ничего хорошего для вашей семьи, для ваших детей, для вашего мужа, для отношений в вашей семье, для атмосферы, климата не будет. И нужно понять, нужно выработать какую-то общую стратегию ухода за отцом, наиболее оптимальную для вас, для вас обоих, и для вашего мужа, и для вас лично, и для детей, и для него, для отца мужа, чтобы всех все устраивало в возможности. И вот тогда можно говорить о том, что ваша жизнь нормализуется. Если вам потребуется помощь в этом, то буду рад помочь. Пока на этом все. Надеюсь, что помог вам, пока что в том вопросе, который вы задавали. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok